Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Беды приходили одна за одной, и многие задавались вопросом, что это такое происходит в мире. Я хотел бы сказать вам сейчас, что вместо того, чтобы задаваться вопросом, что это такое происходит в мире, а мы многого сейчас не понимаем, лучше вспомнить, что говорил наш Господь о событиях последнего времени. Давайте вспомним. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вы приходили время для того, чтобы строить себе дома, были вечно заняты собой, вместо того, чтобы тратить время и силы на строительство Дома Божьего. Такое отношение израильтян к Богу принесло в их жизнь недобрые плоды. Вы сеете много, пожинаете мало, вы едите, но не насыщаетесь, вы пьете, но все равно жаждете, зарабатываете, но для дырявого кошелька. Появляются какие-то непредвиденные расходы и высасываются все ваши ресурсы. Господь сказал, что для того, чтобы народ Израиля был благословен, им нужно строить Дом Господень. Как именно Он обещал их благословить. «Еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славы», — говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и мое золото». То же самое Он говорит и нам с вами сегодня. Он обличает нас в том, что мы должны строить Дом Господень, то есть мы должны созидать свою собственную духовность, становиться все более подобными Христу, нашему Господу Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы станем ближе в своих отношениях с Господом, тогда Его славы в нашей жизни будет намного больше, и тогда мы станем более похожими на Христа Иисуса. Господь пообещал благословить нас, если мы будем это делать. И вот как Он нас благословит. Мы видим Его обещания в Его словах, когда Он говорит, «Я потрясу небо и землю, море и сушу. Господь сотрясет небеса, и оттуда на нас и зальются сокровища, потому что серебро и золото принадлежат Господу». Разве это не происходит уже сейчас? По всему миру распространяется коронавирус, и всему миру угрожает финансовый кризис. Бог потрясает царей, потрясает все колеблемое, чтобы наши жизни стали более посвящены Ему, и тогда Он и зальет на нас свои обильные благословения. Субтитры делал DimaTorzok Если мы посмотрим 90-й Псалом, мы увидим, что если мы близки к Господу в своих сердцах, если мы знаем имя Господа, Он станет нашим прибежищем. А если мы сделаем Бога своим убежищем, Господь защитит и сохранит нас от всякой болезни, от сети ловца, то есть от капканов, расставленных злыми людьми. Он защитит нас от огненных вражеских стрел, защитит от ужаса в ночи. А сюда входят кражи, мошенничество, изнасилование и всякого рода зло. Если мы укроемся в нем, то Господь обещает нам, падут подли тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, потому что ты избрал меня прибежищем своим. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если мы укроемся в Боге, Он прикажет ангелам Своим охранять нас, да не приткнемся камень ногою Своею. Это означает, что мы не оступимся и не упадем грех в то, что так противно Богу. Если мы сделаем Его своим прибежищем, Бог умножит наши дни на земле, благословит нас и дарует нам свое спасение. И поэтому для того, чтобы нам получить Божие обетования, мы должны намного больше посвящать себя Господу. Мы должны возложить наше упование на Господа и верить, что Он нам поможет. Иисус есть сила в имени Твоем. Иисус есть сила в имени Твоем. Иисус есть сила в имени Твоем. Кау пенте, хирург ку, мена куаранку, бессамаму, аку татанкуя. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его. Затем пришла семья начальника синагоги, и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Иисус приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко, и войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла». Но спит, и смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифакум», что означает, «Девица, тебе я говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была она лет двенадцать. «Видевшие пришли в великое изумление. Нет ничего трудного для нашего Господа Иисуса. Нет ничего невозможного для Господа Иисуса. Господь Иисус может даже мертвого вернуть к жизни, потому что Господь Иисус есть Сам Бог. Когда действует Дух Святой, все возможно». Субтитры создавал DimaTorzok Это касается и тех, кто сейчас переживает смерть, то есть у кого совсем умерла надежда. Если мы будем верить, то в нашей жизни начнут происходить чудеса. Может, кто-то из вас сегодня болен, и, возможно, врачи не дают вам позитивных прогнозов. Может, кто-то из вас переживает проблемы в семье, конфликт между мужем и женой, между родителями и детьми, и ваши отношения рушатся. Восстановить их совсем нелегко. Может, кто-то из вас переживает финансовые трудности, эти проблемы не так легко решить. Но вот что я хочу сказать тем из вас, кто испытывает те или иные трудности. Господь Иисус способен вернуть мертвое к жизни. Нет ничего сложного для Господа Иисуса Христа. Нет ничего невозможного для нашего Господа Иисуса. Когда этот начальник синагоги, Иаир, услышал о том, что его дочь умерла, Иисус сказал ему такие слова. «Не бойся, только веруй». И точно так же сегодня Господь говорит вам касательно любой вашей проблемы. Ты не должен бояться, только веруй. Давайте вместе провозгласим. Я, Тухан, ку-п-п-п-ч-ая, а ку-п-п-ч-ая, левати лэмба айр-мата, а ку-п-п-ч-ая, фирману я дам, аминь. А ку-п-п-ч-ая, 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 мы имеем гарантию победы. Кто из вас верит в Божьи обещания, пожалуйста, поднимите руки. Я молюсь о вас. Господь, Ты видишь поднятые к Тебе руки. Они верят в Твои обещания. Я прошу Тебя прямо сейчас излить на них благословение, исцеление и решение жизненных проблем во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте восстановлены во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok